МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увидеть все многообразие животного мира можно в Зоологическом музее ТГУ. В его фондах более 100 тысяч экспонатов. Часть из них представлена в выставочных залах. Сам музей основали 130 лет назад. В формировании его первых коллекций приняло участие огромное количество людей, не всегда связанных с Томским университетом. Сначала это все были люди, население Сибири, можно сказать. А потом это и меценаты в том числе богатые. А потом это стало разрастаться за счет коллективных действий экспедиции. Сегодня коллекцию музея пополняют сами его сотрудники. Так, например, в отделе реставрации идет непрерывная работа таксидермистов по созданию чучел животных. Этот процесс долгий и кропотливый. Основа для изготовления экспоната – это шкура животного с минимальным количеством повреждений. У нас в стране появились фирмы, которые изготавливают макет, фактически на который надо натянуть шкуру. Это не такая простая штука, потому что шкуру надо подготовить. И эта обработка проходит целые этапы. Также экспонаты для музея дарят частные лица. А некоторых экзотичных представителей фауны сотрудники привозят из ограничных поездок. В 1996 году была беспрецедентная акция. И зоологический музей участвовал в международной экспедиции в Южную Америку. Из территории Перу были собраны бабочки, достаточно в очень большом количестве, около 4000 экземпляров. Часть их представлена как раз здесь вот. Особенно радует глаз такие бабочки, как морфиды, которые встречаются только лишь в Южной Америке. Наличие таких больших коллекций позволяет музею быть местом не только для просвещения, но и для научной работы. Ведь объективное изучение какого-либо вида животных возможно лишь в сравнении его разных представителей. А иногда такие полные собрания экспонатов приобретают огромную ценность ввиду исчезновения некоторых видов. Вот перед вами серийные сборы бабочки Аполлон. Эта коллекция является уникальной и редкой. Дело в том, что сейчас, в настоящее время, этих бабочек собрать очень тяжело. Практически две трети ареала они сократили. Они повсеместно исчезают. В том числе исчезли и у нас, в Томской области. Не только бабочки, но и птицы. Объект пристального изучения орнитологов, сотрудников музея. Коллекция птиц – одна из наиболее полных в музее. Формировалась с начала прошлого века. Сегодня одно из ключевых направлений в университетской орнитологии – изучение миграции птиц. Так, с помощью кольцевания большой синицы, ученые могут много узнать о ее жизненном цикле. Цветное мечение позволяет нам очень подробно потом отслеживать судьбу вот этой особи. У нее индивидуальный цветной код, который дальше может регистрироваться всю жизнь, пока птица живет. И вот в этом году у нас, например, обновлены рекорды их долгожительства. Отмечено две птицы в возрасте 7 лет. Как минимум, они седьмую зиму зимуют вот здесь, в университетской рощи. Почему одни птицы живут дольше, чем другие? Что на это влияет? Питание, экология, климат? Ответы на эти вопросы могут пролить свет на многие закономерности, присущие и другим животным видам. Однако такие исследования длятся годами. Поэтому ученые, которые работают здесь, посвящают своему делу десятки лет, а иногда и всю жизнь. Отмечают, что развитие музея и пополнение его фондов почти всегда шло благодаря личной инициативе самих сотрудников. Незыблемая остается инициатива. Это незыблемая вещь. С другой стороны, все люди, которые работают, это фанаты. Сегодня мне удалось закрепить кадры, которые работают достаточно уже по 10 лет и так далее, чего не было раньше. Сегодня у сотрудников музея немало задач. Одна из них – это завершить электронный каталог своей коллекции, чтобы каждый человек мог дистанционно ознакомиться с фондами музея. Ну и, конечно же, в планах дальнейшее пополнение коллекций и проведение новых этапов научных исследований. Субтитры сделал DimaTorzok